Добрый день! С вами программа Coffee Break. И сегодня мы находимся не в привычной обстановке к нагарни кавьярни. Сегодня мы пришли в гости. Мы на улице Морозливской возле Дворца студентов. Именно сюда переехал театр на Чайной. И мы пообщаемся с его художественным руководителем Александром Онищенко. Вперед! Здравствуйте! Как я и говорила, мы находимся на сцене будущего театра, театра на Чайной. И беседуем с Александром Онищенко, с художественным руководителем театра. Саша, здравствуйте! Добрый день! Очень необычная атмосфера. Мы впервые, наверное, находимся в таком вот месте, в таком состоянии. Я понимаю, что совсем скоро уже будет премьера. И я понимаю, что вы, ну, довольно, скажем так, долго к этому шли, к этому месту. С одной стороны, вы не хотели, я знаю, уходить с того места, где вы были с 2010 года. Семь лет все-таки, это большой срок, и зрители привыкли, и артисты привыкли. Но, видимо, так сложилась судьба, вам пришлось переехать, пришлось что-то найти новое. Как вы нашли это помещение? Я знаю, что очень много ходили вы... Да, то есть ситуация была тяжелая, то есть реально тяжелая. Нам сообщили, ну, нам сообщили, что мы должны выехать в июле сначала. У нас было два месяца, мы начали искать, ничего не могли подойти, подходящее нам по деньгам, потому что мы не богатый театр. Вот, и по месторасположению театр-то должен находиться именно в центре города, чтобы зритель мог вечером сюда доехать. Вот, в итоге нам помог облсовет, мы бесконечно благодарны председателю облсовета Урбанскому, Ольге Юрко, председателю комиссии по имуществу облсовета, и народному депутату Алексею Гончаренко. Эти люди вот напрямую нам помогли, мы не ожидали, что вот в итоге получим в аренду вот такое вот помещение. А к кому вы вообще обращались, когда это все произошло? Ну, мы везде обращались, мы везде обращались, и в облсоветы, и в город обращались, и к частным людям. Какие-то предлагали вам другие варианты? Были, были пару вариантов, был один вариант, это девятая станция Фонтана, там есть бывший санаторий, вот я просто сейчас не вспомню его название, там на первом этаже, оказывается, есть кинотеатр, он так и не был запущен как кинотеатр, он стоит как склад. Вот, ну, просто для нас там была немного тяжеловата аренда, вот, там нужно, и там вообще все с нуля нужно было делать в этом зале, то есть огромные деньги на ремонт, ну и плюс месторасположение не очень оно, конечно, особенно в зимнее время туда народ не поедет. Тяжело добраться, но вот я знаю, что вы обращались к городским властям, вы вообще раньше кому-то обращались за помощью? Нет, мы никогда не обращались, мы тут, слава богу, 7,5 лет себе тихонечко сидели, развивались. То есть был там один человек, который однажды пришел и сказал, Саша, вот что-то нужно там по технике, я там говорю, у нас нет проектора. Вот, этот человек нам подарил проектор, вот это было такое. Зрители помогали нам во время ремонта, все, кто чем мог, кто там, нам давали краску, там, я помню, там, сантехнику какую-то давали. На уровне властей нам до этого никто никогда не помогал, но мы и не просили никого, да. То есть всех устраивало, что вы очень самостоятельные? Да, и нас это тоже устраивало, нас это тоже устраивало, вот. Вот, но просто когда уже пришла такая ситуация, что вот нам сказали выселяться, а выселяться некуда, вот, мы, как бы, я надеялся на помощь, и мы ее получили. Насколько я знаю, что на месте чайной фабрики планируется строительство нескольких высоток. Была ли возможность пообщаться с инвестором и предложить ему вот такой формат, что ваш театр разместится потом вот в построенном новом помещении? Ну, знаете, ну, как это, как говорится, наверное, она была. Я не вышел на инвестора, я не предложил, ну, хотя это очень интересная идея, это такой дом, я думаю, в котором находился бы театр на чайной, в нем квартиры бы продавались бы гораздо лучше, да, как бы. Это был бы такой уже немножко легендарный дом. Ну, то есть у потенциальных инвесторов есть такая возможность, если они хотят, чтобы их квартиры продавались. Это может быть вообще театральный квартал такой, если разумно к этому подойти, правильно сделать рекламу, правильно сделать вложения. Те там 200 метров, которые они отдадут театру, там, в долгосрочную аренду, там, в... Опять-таки не бесплатно. Да, они окупятся им просто известностью рекламы и по городу. Ну, к сожалению, у нас еще нет такой культуры... Нет, но она возникает по чуть-чуть, тому пример Зеленый театр, и очень жалко, что с ним такое вот произошло, но пример Зеленого театра и Егора Гребенникова, который этот проект ведет, так же, как проект Хаб, это реальный пример того, что времена меняются. Что люди перестают думать только о моменте, вот в сегодняшнем, сейчас, вот что-то урвать, быстро что-то сделать, а уже планируют куда-то на будущее, думают о каком-то, ну, развитии. То есть не вложил деньги, достал деньги, а вложил деньги для каких-то, ну, долгосрочных целей. Да, других целей. Вот я знаю, недавно открылось еще одно пространство тоже, там был частный инвестор. Да, Тео, вот, пространство Тео, да, я был еще один пример того, что... То есть какое-то движение в Одессе происходит, и это радостно, вот, слава Богу. Ну, вот, наблюдая то, что происходит в других городах, ну, Одесса часто равняется, наверное, Киев сейчас. Пока равняемся, но я думаю, что... Выдерживаем ли мы конкуренцию? Пока мы там не во всех, мы выдерживаем как бы во всех, не во всех отношениях, но потенциально Одесса, я думаю, будет не только конкурировать с Киевом, но и доставлять какие-то такие проблемы Киеву. Потому что потенциально Одесса – это очень мощный мультикультурный город такой, это может быть очень мультикультурный центр, где будет развиваться театр, кино, живопись, перфонс, все, все, что угодно. Здесь для этого есть все. Все. С кино очень больно. Все будет, если все, я говорю, все, все должно быть. Скажите про, вот, непосредственно про это пространство, куда придут зрители уже в середине ноября, когда вы открываетесь. Да, вот, если все будет хорошо, мы открываемся 19 ноября, не премьерой, мы не успели именно для этой площадки сделать премьеру, будем уже потом делать, у нас будет одновременно три проекта здесь репетироваться. А пока традиционно открываем новую площадку в нашем популярном спектакле «Маленький Донни, победивший мрак». Вот, площадка-то очень академическая, вот, если ее видно вам, зрители, за нами, тут огромные потолки 10-метровые, огромное количество окон, балкон, высокая сцена. Вот, а мы, в принципе, мы антиакадемический театр, вот, и здесь очень будет важно, насколько мы с этим пространством найдем общий язык. Вот, сможем в этом большом, для нас огромном пространстве мы все-таки оставить связь с вами? Состоимся. Нет, у нас там еще внутри сцены будет маленький камерный зал, так что будете чаще ходить туда. Наверное, такой большой зал, он все равно еще открывает какие-то новые возможности. Что, скажем так, изменилось к лучшему, да? К лучшему, к лучшему. Был, во-первых, ряд публики, к которой было страшно ходить к нам на развесочную фабрику. Им были неприятны наши лестницы, эти грязные заводские, узкие пространства, маленькие двери. Здесь есть, как бы, мраморная лестница, здесь есть люстры, здесь есть все аварийные выходы, все как нужно, то есть, здесь свободно, можно незаметно уйти во время спектакля. То есть, я думаю, вот, для академической публики здесь есть возможность с нами познакомиться. Я надеюсь, вы традицию сохраните, что не будете пускать опоздавших. А мы здесь решили так, мы, ну как, опоздавшие будут либо вот, у нас там будут купе, сделанные с занавесом, и не будет видно, если дверь открывается, могут пройти, если есть сзади места свободные. Если нет, тогда опоздавшие идут на балкон, да, и все, они никому не помешают. Вот и все. При этом смогут посмотреть спектакль. Здорово. А на малой сцене? На малой сцене будет трехсторонняя сцена, где-то около ста человек, там все будет камерное, там все будет так, как наш зритель приводит. Там и остается большинство тех спектаклей, которые сейчас идут на чайной. Сюда переносится буквально три спектакля, остальное мы будем здесь уже создавать именно для этой сцены. Потому что эта сцена требует другого решения. Здесь уже недостаточно просто энергии одного актера. Здесь нужна специальная мизансцена, здесь нужна музыка, здесь, ну, очень многое что будет. Но у вас в верхнем зале была такая же ситуация, вот, начальной фабрики? Все равно. Там максимальное расстояние от актера до крайнего зрителя, это где-то метров, ну, семь. А здесь максимальное расстояние метров шестнадцать, шестнадцать, до двадцати метров. То есть это все равно. Да, да, конечно. И я знаю, что последние годы вы запустили свою собственную студию. В Одессе была проблема с актерами, и вы решили, скажем так, ее... Нет, нет, нет. У нас в Одессе нет проблемы с актерами, нет. Мы, когда открывались, мы в свое время набрали студию, вот. И это была не очень удачная студия в плане образования, потому что там из пятнадцати набранных человек в итоге там оставалось девять человек, а в театре потом осталось работать только два человека. Вот. И поэтому мы долгое время студию не набирали, сами набирались опыта, сами все научились. А потом в какой-то момент, когда мы готовились открывать вот верхний большой зал, я подумал, что коллективу, во-первых, нужны новые силы и нужна новая молодая кровь. Нам уже тогда было шесть лет, вот, что близится семилетний кризис, и нужно что-то делать. И мы объявили наборы, набрали молодых ребят, и в течение года с ними занимались. У них сейчас есть свой дипломный спектакль. Они его показывают пока там, пока на шапку, бесплатно. Ну вот они тоже сюда придут, вольются. Вот это их зал, их будущее тоже. Вот здесь они будут играть свои первые спектакли. Будут ли новые наборы в студии? И будете ли вы... Нет. Нет. Почему? Ну, пока в ближайшие годы нет, конечно. Вы обеспечиваете... У нас 22 актера-режиссера и 10 студийцев. Для частного маленького театра этого вполне достаточно. А что касается, ну, скажем так, персонала, работников театра, осветителей, свет... Вот, это сложнее, да, да, это сложнее. Ну, я надеюсь, за счет того, что здесь больше зоических мест, если мы сможем их заполнять, то мы... Ну, просто здесь придется нанимать на работу. То есть работников в зал... Или есть люди, которые приходят и говорят, а можно вот я попробую, поучусь и буду с вами работать? Нет, наши студийцы, вот первый год обучения, они как раз в большом зале нам помогали во всем. И здесь там две девочки, ну, там, они станут администраторами. Там, ну, все равно здесь еще понадобится пару работников, которые, ну, это не актерская эта работа. Билетеры. Ну, все равно, да, здесь со временем, здесь уже надо будет набирать небольшой, но персонал здесь должен быть, там, технический, который... Я так понимаю, что в этом помещении, в этом здании, благодаря вам тут забурлит жизнь, заживет. Ну, я надеюсь, я-то надеюсь. Вы подружились уже с бабушками внизу, которые... Да, 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 тут замечательные женщины, да, внизу сидят. И директор дворца студентов Галина Михайловна нам помогает, то есть нас пособствует. Я надеюсь, что все будет хорошо. Осталось только еще найти место, так понимаю, где можно будет пить чай. Да, пока у нас не будет этого места черепития, потому что у нас в аренду взят вот этот вот зал и две гримерки. То есть и пока нет этого места, где бы встречаться со зрителями и пить чай. Ну, встречаться со зрителями большого зала, там, 250 человек, там, а с балконом 340, это я не знаю, что это за место должно быть, там, это нереально. А вот когда спектакль будет идти на сцене в камерном зале, то чай и пить и придумать можно, но это в дальнейшем. Сейчас пока их не будет. Временный такой... Как у вас брэк? Брейк. Брейк. Кофи-брейк. Кофи-брейк. Вы недавно вернулись в сессию. Вы на каком курсе уже? Я всего лишь на третьем курсе. На третьем. Вам еще учиться два года. Два года, да. Два года. Как закончили сессию? С какими оценками приехали? Ой, я не знаю. На самом деле, я до конца не знаю своих ошибок, оценок по режиссуре и по актерскому мастерству. Это была сложная сессия. Это, наверное, видимо, было связано с тем, что я поехал на сессию, а голова моя оставалась здесь в связи с этим залом, в связи с переселением, с ремонтом, со всеми делами. У меня на сессии почти все не ладилось. Но у меня по жизни есть такая закалка. Я постоянно учусь, и не только на том, что у меня получается, я еще больше учусь на том, что у меня не получается. Так что и на этой сессии я кое-чему научился. Летом, когда в Одессе гостил, приезжал домой, скажем так, ваш преподаватель, наш любимый Одессит Иосиф Леонидович Рахигаус, он сказал, что если Одесса не найдет выхода и не найдет места для нового театра, то я заберу Сашу к себе. Он так уже больше не говорит. Иосиф Леонидович попугал, наверное, Одессит. Иосиф Леонидович хотел нам помочь и помог нам. Это тоже благодаря ему мы вышли на это помещение. То есть ему большое спасибо. Я слышала, вы говорили о том, что он, возможно, даже приедет на премьеру. Я точно не знаю. Он очень хотел бы быть на открытии этого зала. Надеюсь, что мы его увидим 19 ноября на открытии. Но у него премьера, кстати, у него будет премьера в декабре месяце, 20-го, по-моему, числа, или 19-го тоже, должны выйти из спектакля еврейские анекдоты. Ну, или одесские анекдоты. Поэтому, может быть, в связи с этой работой он и не сможет приехать. Ну, будем надеяться, что он все равно побывает в этом помещении в ближайшее время. И увидит, скажем так, результаты своих усилий в том числе. Я благодарю вас за беседу. Я понимаю, что мы вошли, скажем так, в самое такое горячее время, когда у вас все тут готовится. Горячее будет, когда шторы будем вешать. Шторы будем вешать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. И вы имеете возможность еще раз пригласить всех одесситов, рассказать о времени, о месте, пригласить их на открытие этого премьера. Итак, открытие новой сцены театра на Чайной 19 ноября в 19.00 спектакль «Маленький Донни, победивший мрак». Новая сцена находится по адресу улица Морозлиевская, дом 34А. Это бывший дворец студентов. Второй этаж. Билеты, начиная с понедельника-вторника, будут продаваться в разных кассах города. Укртикет, тикет от UA, кассир 24. Главное, мы можем сказать, что стоимость билетов осталась прежней. Стоимость билета в большом зале, как и было у нас в большом, от 35 до 100 гривен. В малом зале свободная посадка, стоимость билета 50 гривен. Спасибо вам большое. С вами был Coffee Break, Юлия Сущенко и Александр Анищенко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова